Проект «Танцевальный клондайк» коллективу Задоринки уже хорошо знаком. Пять лет они ездят на лабораторию в Фридэнс Фэкторе и каждый раз возвращаются с Россыпью Наград. Танцевальная деревня – еще одно мероприятие проекта, и в этом году саровчане решили попробовать свои силы и в нем. Само оно длилось почти неделю, включало в себя четыре чемпионата. И впервые в практике Задоринок выступать перед жюри им приходилось каждый день. Мы были размещены в одном месте, а каждый день к нам приезжали разные организации. То есть это были и всероссийские конкурсы, и международные. Каждый организатор привозил свою команду жюри, свои требования, свои условия. И сложность состояла в том, чтобы станцевать как в первый раз. Но, тем не менее, моя команда справилась больше, чем хорошо. Я так горда и счастлива за свой коллектив. Мы смогли с достоинством представить Дворец творчества и Горцаров. В результате Задоринки привезли несколько дипломов лауреата в первой степени и несколько наград за призовые места. Кроме того, особо Анна Козловская выделяет персональные специальные призы от членов жюри. Их каждый вручал один раз от своего имени коллективу, который впечатлил больше всех. Для меня на первом конкурсе важно было получить табличку от Светланы Лутошкиной. Мы уже сотрудничали с ней, и мой коллектив имеет постановки ее авторства. Но заслужить такое внимание, как специальный приз-комплимент, для меня на данный момент это выше всех наград и похвал. Масштабный проект собрал коллективы из разных городов России. Соперниками Задоринок стали танцоры из Геленджика, Екатеринбурга, из Лучинска, Пензы, Южно-Сахалинска, Ярославля. Помимо конкурсов с участниками занимались известные хореографы на мастер-классах. Мне очень понравилось это огромное количество опыта и положительных эмоций. На танцевальной деревне впервые Задоринки стали участниками танцевального баттла в рамках дэнс-соло. Весь коллектив переживал и поддерживал девочек, которые вызвались пройти это непростое испытание. В результате Анастасия Равилова заняла третье место, а Арина Макаева стала победителем. Ты выходишь и включаешь любую музыку, и ты должен на ходу придумать движение, импровизировать. Мне это очень нравилось, и танцевала я от души. Баттл мне понравился тем, что ты показываешь, на что ты способен, понимаешь, это твое или не твое, нравится тебе это или нет. Но мне очень понравилось. Честно, я сначала переживала, что я не справлюсь, что вылечу на первом круге. В итоге все получилось, и так получилось, что финал зашла и выиграла. Сейчас задоринки готовятся к муниципальному этапу конкурса «Грани таланта», а весной они вновь поедут на танцевальную лабораторию новой эпохи. Екатерина Пёнова, Константин Островский, Сергей Рябов, служба новостей, Саров-24.